Какое традиционное лечение обычно назначают? После выявления причин назначается лекарственная терапия. Препараты, симптомолитики, антагонисты кальция, ингибиторы АПФ, гиуретики, это мочегонные средства. Как правило, их необходимо применять в течение всей жизни, ежедневно, в одно и то же время не пропуская прием и не снижая дозировку, даже если давление в норме. Несмотря на многообразие лекарств, гипертоническая болезнь считается, пожалуй, самым распространенным заболеваниями сердечно-сосудистой системы. При традиционном лечении возникает привыкание к препаратам, поэтому для гипертоников альтернативные способы лечения особенно важны. Врачи-кардиологи для лечения и сохранения здоровья сегодня могут предложить массу лекарственных средств для любой болезни и любого кошелька. А если изменения очень серьезны, даже порекомендовать кардиохирургическую операцию. Но, несмотря на все открытия и развитие технологий, самыми актуальными по-прежнему остаются натуральные средства. Ведь с их помощью зачастую можно нормализовать уровень липидов крови, предупредить атеросклероз и образование тромбов и нормализовать тонус стенок сосудов. Большинство продуктов пчеловодства в той или иной степени воздействует на сердечно-сосудистую систему, позволяет стенкам сосудов стать более эластичными, разжижает кровь и улучшает ее состав, снижает уровень плохого холестерина и препятствует возникновению холестериновых бляшек. Главный плюс применения продуктов пчеловодства – их безопасность, натуральность, а также отсутствие побочных реакций и привыкания. Какую профилактику можно посоветовать? Дозированные нагрузки. Для нормального кровоснабжения организму необходима физическая активность. Наше сердце рассчитано на активную жизнь. Отказ от вредных привычек. Для того, чтобы не повредить сосуды вредными химическими соединениями, лучше отказаться от курения и алкоголя. Правильный режим труда и отдыха. Своевременное снижение умственных нагрузок – очень важный фактор уменьшения стресса. Умственный труд заставляет кровеносные сосуды мозга сжиматься до предела. Но это может ухудшить кровоснабжение и серьезно состарить и истончить стенки сосудов. А это огромный риск их повреждения. Чтобы защитить себя от инсульта, нужно уметь вовремя остановиться и отдохнуть. Вы трудоголик? Предприниматель? Руководитель предприятия? Тогда перерывы и смена вида деятельности вам особо необходимы. Внимательное отношение к здоровью. Каждому будет полезно следить за своим весом, состоянием поджелудочной и щитовидной желез и печени. А людям старше 40 лет необходимо контролировать уровень артериального давления, содержание холестерина, глюкозы и регулярно проводить электрокардиограмму. Любое негативное изменение может плохо повлиять на сосуды, а значит и на сердце. Сбалансированная система питания. Мы есть то, что мы едим. Едим химию жирное, соленое, острое, наше тело пропитывается этим как губка. Пища это строительный материал для тканей нашего тела. Сосуды особенно чувствительны к нарушениям рациона. Чуть что, сразу начинают стареть, теряют эластичность, становятся вялыми и плохо реагируют на изменения, которые происходят в организме. Необходимо включить в рацион определенное количество белков, витаминов и микроэлементов. Использовать преимущественно натуральные и полезные продукты питания. Важно не злоупотреблять животными жирами, быстрыми углеводами, солеными и консервированными продуктами. Желательно ограничить употребление соли до 15 грамм в день или стараться нейтрализовать ее действиям.